Водитель Тойоты, наличие чьей вины следствие подозревает в смертельном ДТП на углу Разумовской, Мясоедовской, получил 60 суток в СИЗО. В Киевский райсуд мужчину 1994 года рождения привезла скорая. В зале он находился на каталке и под присмотром врача. Прокурор просил для подозреваемого ограничения свободы в виде пребывания в следственном изоляторе без права внесения залога. Адвокат водителя настаивал на домашнем аресте в связи с состоянием здоровья мужчины и с учетом того, что его жена находится на позднем сроке беременности, а также у нее есть 8-летний ребенок. В результате суд принял сторону обвинения, но с оговоркой, что подозреваемый будет находиться в больнице на период лечения перелома бедра, полученного в ДТП. Подтвердить или опровергнуть свою вину мужчина пока не может. Він ничего не может сказать по суті, он не помнит, у него шок, шоковый, такий травматичный шок. Як мені казалось, что он начебто проезжал на зелений. На том виде, который я надавал следственному, там видно, как та машина, которая была другая в ДТП, делала такие зигзаги по той улице, которые не зрозумели и не зрозумели, когда она выехала туда. Тут нужны нужные автотехнические экспертизы. Адвокат пообещал оспорить меру пресечения в апелляции. Напомню, 5 января ныне подозреваемый Михаил Марчук был за рулем Тойоты Кэмри, которая на скорости влетела в БМВ. От удара последняя загорелась. Водители, пассажир немецкой иномарки погибли.